Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Начинаем мы, конечно, свою огородную азбуку с изучением сортов и с выбора, какой же сорт подойдет именно нам. Именно для этого я все эти краткие видеообзоры снимаю, чтобы люди послушали и выбрали, какой в его регионе именно для него удобен сорт и какой он сможет вырастить. А за какой лучше, может быть, в первый год лучше не браться. Если до этого я вам описывала золотые купола, шикарный, крупноплотный, высокорослый, но с уходом, который нужно выращивать, то снежная сказка это полная противоположность. Очень простой, можно выращивать по принципу посадил и забыл, но зато мельче плоды, но зато раньше поспевает. Сейчас я опишу вам, а вы посмотрите, подойдет он вам или нет. Томат для открытого грунта, снежная сказка, новинка. Ранний, детерминантный, суперурожайный сорт для открытого грунта. Куст штамбовый, абсолютно не требует подвязки и посынкования. Растение покрытое выровненными круглыми плодами, похожими на яркие блестящие шары, напоминающие новогоднюю елку. Плоды плотные, ярко-красного цвета, в технической спелости белесые, массой до 120 грамм. Сорт обеспечивает стабильно высокий урожай в условиях сибирского лета. Ну дальше там посев, это все как обычно. При высадке в грунт размещают на метр 3-5 растений. Вот как из описания вы поняли, что он детерминантный. Написано без подвязки, без посынкования. Это значит, посадили и забыли. Сначала он будет стоять стоя, потом когда много плодов на него, вот так вот этих кисточек будет, он наклонится на бок, может быть даже разляжется. И в таком положении все эти томаты могут вызреть. Они очень хорошо хранятся, они не портятся, не гниют, не мягкие. Хороший у них товарный выход. И вот даже это хороший вариант для тех, кто занимается, может быть, какой-то торговлей или куда-то для чего-то, для каких-то целей выращивать. Когда их нужно не в один, ну не сразу съесть, а немного похоронить. Этот сорт также подходит для выращивания в тоннелях. Как я говорила, что он с толстым стволом, с мясистыми гофрированными листьями. Он переносит какие-то кратковременные похолодания, пониженные температуры. И он очень красивый в рассаде, как пальмочки. Толстенькие такие, зелененькие. Вот для рассады он хорош, хорош для раннего выращивания, для выращивания в неблагоприятных условиях. Ну, конечно, плоды его намного уступят, чем вот эти золотые купола. Но золотые купола нам нужно ждать до конца августа, может быть, даже до сентября. А снежную сказку мы можем получить немного раньше. И вот если она не взяла размером плода, то она возьмет своей скороспелостью. Будет этот плод пораньше. У кого есть детки, в салаты, в различные блюда, снежная сказка идеальный вариант для раннего выращивания. Все, до свидания. В следующем видеоролике будет следующий.